Найти заброшенные деревни, где сохранились в хорошем состоянии дома, где можно увидеть быт, домашнюю утварь и почувствовать, как жили люди на селе еще несколько десятков лет назад, становится все сложнее. Несмотря на то, что количество покинутых поселков и сел с каждым годом неуклонно растет, большинство из них находится в ужасающем состоянии. Там можно застать лишь разграбленные и разрушающиеся дома. Чтобы прикоснуться к прошлому, побывать в заброшенных домах с полностью сохранившимся бытом, надо искать наиболее труднодоступные места. Много таких деревень осталось в Костромской области. Мы решили отправиться в экспедицию в один из самых отдаленных и труднодоступных районов Костромской области, расположенный на границе с Вологодской областью и отрезанный от остального мира рекой. Всем привет, дорогие зрители! С вами канал обо всем подземном и заброшенном Underworld и его ведущий Stepable. Порой приходится преодолеть сотни километров для того, чтобы добраться до действительно интересных мест. Иногда не просто преодолеть сотни километров, а преодолеть их по такой вот убитой дороге, убитой напрочь дороге. Зато я надеюсь, что мы будем вознаграждены, оказавшись в заброшенной деревне, где я рассчитываю увидеть дома действительно в отличном сохране. И это обусловлено тем, что добраться к этим заброшенным деревням не просто очень сложно. А они отрезаны от всего внешнего мира рекой, и нам придется преодолевать сейчас на нашем пути брод и ехать, пожалуй, по еще более убитой дороге. Итак, друзья, погнали! На пути нас поджидали вот в таком виде преграды. Сейчас придется наводить порядок на дороге своими силами. Спустя несколько километров, как говорится, сделали сами себе контент и посадили машину на брюхо, на защиту. Сейчас долго думали, как вылезать отсюда. И в итоге ребята пошли за помощью в деревню, связались со мной по рации и сказали, что сейчас приедут на машине, будут пытаться вытаскивать нас. Машину посадили реально прямо на защиту. Она сидит в колее, уперевшись на защиту двигателя. Выбрались мы в итоге с помощью трактора, который ребята привезли из ближайшей деревни. Километрах в трех, наверное, в пяти отсюда она находится. Достаточно быстро он меня вытянул. Ну и сейчас мы продолжаем наш путь. Чтобы проехать, еще надо разобрать вот такой вот импровизированный забор. Не доезжая немного до Брода, мы решили оставить машину, поскольку здесь уже начинается очень плохая дорога. И есть высокий риск опять завязнуть, снова искать трактор. В общем, это не самая лучшая идея. И к Броду мы уже отправляемся пешком. На другом берегу уже виднеется деревня, церковь. Собственно, это и есть цель нашего путешествия. Там находятся несколько заброшенных деревень. И вот это вот очень красивая, старинная, разрушенная церковь. Я пока тестирую Брод. Дальше нам предстояло пересечь Брод. Именно благодаря этому обстоятельству, в совокупности со значительной удаленностью места от крупных городов, такими-то и жителями более 10 лет назад деревни прекрасно сохранились и в наши дни. Перешли Брод. Я в итоге по колено намочил брюки. И сейчас мы двигаемся в сторону заброшенной церкви. Церковь очень красивая. Сейчас посмотрим ее внутри. И причем, что интересно, церковь, но она не действующая, но при ней действующий погос, действующий кладбище, куда приезжают люди из соседних деревень, ухаживают за могилами. То есть вот это место, оно, скажем так, и на сегодняшний день обитаемо благодаря этой церкви. И можно видеть, что здесь есть дорога, которая идет сюда от Брода. Я так понимаю, его как раз расчищали тракторами. Это церковь Николая Чудотворца. Она была построена в 1808 году. Раньше здесь находилась, скорее всего, как это принято на Руси, деревянная церковь. И сам этот погос получил название по церкви Никола Чудотворца. И известен он, когда тут было первое поселение, даже сложно сказать, но известен он с 1628 года. И вот эта церковь, она и по сегодняшний день поддерживается в более или менее хорошем состоянии, потому что при ней расположен погост, кладбище, к которому до сих пор приезжают люди из соседних деревень, почти память своих близких, родственников, которые жили в этих местах. И здесь мы можем видеть церковную утварь. Хотя все те люди, которые жили в прилегающих деревнях, которые составляли приход этой церкви, к сожалению, они уже ушли в мир иной. И вот их родственники приезжают почтить их память на местное кладбище. В этой церкви даже сохранились хоры для певчих. И сейчас туда можно попробовать подняться. Обратите внимание, какие старинные двери здесь сохранились. С остальными засовами. Там, очевидно, был чулан. А вот это как раз и есть лестница, которая везет к хорам для певчих. То есть обычно каждый день, когда проходили службы, здесь вот по этой самой лестнице поднимались служители церкви, певчие. Сейчас идти очень неудобно, потому что много осыпавшегося песка, штукатурки. Буквально буксую в них. Ну вот мы сейчас наверху. Посмотрите, какой прекрасный вид отсюда открывался. На алтарь. На саму церковь. Церковь построена в стиле классицизма и имела два предела. Николая Чудотворца и Пороскива Пятницы. А пройти к колокольне через один из разрушенных пределов становится просто реально каким-то квестом. Ой, блин. Интересно, что на местном погосте есть очень даже необычные памятники. Необычные для деревенских кладбищ. Например, вот такой вот бюст. Поставлен этот бюст был, ну точнее, умер человек в 1978 году. Захоронение 1999 года, 2011 года. То есть это кладбище на сегодняшний день используется. Сюда приезжают жители соседних деревень. 2015 год. Рядом с церковью сохранились руины кирпичной постройки. Сейчас мы к ней выйдем. Вот это, кстати, похоже на ворота. То есть здесь находился вход в ворота в церковный двор. И за церковным двором сохранились руины. К сожалению, сейчас нельзя сказать, что это было. Но вполне возможно, что это был дом батюшки. Во всяком случае, это логичным кажется. Видно старая кирпичная кладка, декоративные элементы из кирпича. То есть дом, ну если не рависник церкви, то во всяком случае точно дореволюционные постройки. Ну а мы покидаем погост и отправляемся к главной цели нашего путешествия. Заброшенным деревням, которые находятся отсюда в паре километров. И вот мы подходим уже к деревне. Одна деревня находится по одну сторону оврага. И еще одна деревня, тоже заброшенная, находится на другой стороне оврага. Причем, что интересно, здесь проведено электричество. По-моему, даже к некоторым домам подключено электричество. Здесь мы можем видеть классические деревенские дома русского севера. Эта архитектура, она имеет свои особенности. Особенности связаны именно с географическим расположением тех мест, в которых строили такие дома. Эти деревни, они являются великолепным образчиком северной русской архитектуры, деревенской. Обратите внимание, какие ворота были сделаны. Это хозяйственные помещения. Это вот как раз особенность северных домов. То есть на северных территориях России строили большие дома из сруба, в которых хозяйственные помещения были объединены с жилыми помещениями. И это делалось как раз для того, чтобы в суровые северные зимы можно было заниматься своим хозяйством, не выходя из дома. А вот и телефон, который установлен здесь по программе «Доступная связь». У этого дома даже сохранилась машина. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Это «Жигули» пятерка ВАЗ-2105. Когда-то она была в очень даже хорошем состоянии. А хозяин ее жил, похоже, вот в этом доме. Обратите внимание на знак «Ученик» на заднем стекле. Очень похоже, что хозяин толком на этой машине-то и не поездил. Оказавшись внутри салона, мы можем видеть карточку техосмотра в 2013 год. То есть в 2013 году здесь кипела жизнь. А пробег этой машины 4945 километров. Меньше 5000. Ну и пройдемся дальше. По этому двору, похоже, хозяин был по тем временам достаточно зажиточным. Здесь можем видеть несколько сараев, амбаров. Вот там вот колесо от телеги. И сам дом. Очень большой дом. Не скажу, что самый большой в этой деревне. Но один из самых больших точно. Вот на срубе висит оглобля, в которую запрягали лошадей. Немного ошибся. Это называется дуга. А как раз оглобля к ней крепилась. А при входе в дом заботливо оставлены веник, метла. Словно хозяева только что вышли отсюда. В полейнице видим сложенные дрова. И над домом табличка «Здесь жил инвалид Великой Отечественной войны». А вот во дворе колодец. Причем колодец очень глубокий. И он сделан срубом. То есть не как современные колодцы из колец. И мы попадаем в подсобное помещение. Это была баня. Здесь стиральная машинка, печь. Лавки с ведрами, скатками. Да, хозяин явно был зажиточным человеком. По местным меркам. Такое впечатление, что этот дом вот только-только покинули. Этот двор, этот дом. Находясь в таких местах, непременно хочется зайти в каждый дом. Окунуться в эту атмосферу. Прочувствовать. Прочувствовать тот домашний уют, который был в каждом из этих домов. Который пытались обустроить его хозяева. Ведь же неважно, это шикарная современная квартира в городе. Или это старый деревенский дом. Человеку свойственно создавать вокруг себя уют. И каждый дом, он пропитан вот этой атмосферой домашнего уюта. Итак, давайте попробуем сейчас заглянуть вот в этот дом. И посмотрим, что же нас там ждет сегодня. Здесь практически все осталось, как было при старых хозяевах. Разобранный радиоприемник. Рыбацкая сеть. Ведро полное гвоздей. Какой-то нехитрый быт кастрюли. Такое впечатление, что хозяева просто ушли. А вот это вот уздечка. То есть у хозяина была лошадь явно. А здесь проход к дверям этого дома защищает сама природа. Огромные заросли крапивы практически с мой рост образовались. Но сейчас попробую подойти, хотя там, по-моему, висит замок. И вот в этом доме мне все же улыбнулась удача. И мне удалось попасть внутрь. И здесь тоже ощущение, что дом только-только покинули хозяева. Стоит обувь. Стоит на холодильнике недопитая настойка. Интересно заглянуть, что в холодильнике. Холодильник, конечно, заморозка пустая. И сам холодильник тоже. Это синие в этом доме. И синие вход в так называемую гостиную. Здесь люди обедали, ужинали. Здесь же остатки вещей. Точнее, не остатки, а личные вещи. Дешевое хлопковое платье хозяйки. Джинсы. Вообще такое впечатление, что действительно люди только-только покинули свой дом. Здесь даже нету пыли. Вот эта кухня. Обыкновенный умывальник типа Мойдодыр. Газовая двухкомфорочная плита. Огромная русская печь. И отсюда можно пройти в еще одну гостиную. Здесь висят какие-то старые пальто. Вот там, похоже, были образа. Ну, или мне так кажется. И даже цел счетчик, электрический счетчик. Здесь была спальня хозяев. Вот так вот по кругу были соединены все комнаты между собой. И можно было переходить из одной в другую. А градусник сейчас показывает 23 градуса. А вот за той дверью, как раз то самое хозяйственное помещение, о котором я рассказывал. Очень символично пошел сильный дождь. И вот под эти грустные картины, действительно грустные картины, покинутого дома, заброшенного хозяйства. Здесь вот сено было, видимо, держали скот какой-то. А там еще было достаточно высокое помещение снизу. Интересное хозяйственное помещение отгорожено. А, здесь у них был туалет, все понятно. Садовый инвентарь. Интересная штука, сито. Настоящее сито, через которое просеивали муку. Что было в этих ведрах, даже трудно сказать. И здесь выход на террасу. Здесь уже все перевернуто. Я беспокоюсь только заодно, чтобы подо мной не провалился пол, потому что падать тут будет глубоко. А на террасе сделана вот такая вот необычная штука. Подвешена простыня или марля даже. Не совсем понятно, зачем это сделано. Может быть, даже это была детская люлька такая своеобразная. Газета с символичным названием «Клубничка за 2007 год». И очень интересная фуражка. Фуражка эта явно была какая-то служебная или школьная, может быть, даже. Очень старая тогда. Много детской обуви. Иногда кажется удивительным, почему такие места, такие дома бросают, такие деревни пустеют. Понятно, что старые хозяева, пожилые жители этих деревень, они умирают, уходят из этой жизни. Но у них же есть какие-то наследники, дети, внуки. Неужели никому из них не нужен дом в таком прекрасном месте, на природе, хотя бы иногда сюда приезжать? Мне это кажется просто вообще даже немного диким. В следующей серии вы увидите настоящее кладбище брошенной техники, покинутый, но не опустевший фельдшерско-акушерский пункт, беседу с жителями соседней деревни, также отрезанной от большой земли рекой, и еще много интересного. Оставайтесь с нами на канале, обязательно подпишитесь и включите колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски, если вы этого еще не сделали. Оцените лайком этот ролик и поделитесь им со своими друзьями, так вы поможете развитию нашего канала и мотивируете нас снимать еще более интересные материалы. До скорых встреч и всего вам самого наилучшего! Субтитры создавал DimaTorzok